Эта территория принадлежала двум фермерским хозяйствам во главе с майором Скворцовым и мною. Вот тот следующий дом, в котором мы работали здесь. Мы здесь разводили, занимались пчеловодством, разведением сельскохозяйственных культур и так далее. Но потом по каким-то причинам нам сказали, что давайте сворачивайте, потому что вы здесь нас не удовлетворяете. Это заявил председатель райисполкома Глинский Михаил Афанасьевич. Он приехал и сказал, что товарищи офицеры, давайте так, мы вам сохраним вот то, что вы построили, но при одном условии вы отказываетесь от фермерских хозяйств. Так, мы находимся в жилом доме главы хозяйства Скворцова Владимира Васильевича. Вот это помещение используется для приема агроэкотуристов. Корпоратив, свадьба и другие мероприятия. К нему еще отдельно банька, место для шашлыка, мангал. Это вот земли фермерских хозяйств. Вот Скворцова, вот Циркевича. Вот это вот участки главхозяйств для строительства жилого дома, главы хозяйства на основании разрешения на строительство одного и второго. В августе 2009 года Минский районный исполком проводит аукцион по неизъятым землям в установленном законном порядке. А как узнали что-то Сидорского? Очень просто. 8 мая 2010 года прибыли на участок два человека. Один из них представился, господин Арбузов Виталий Иванович. Это владеющий сетью торговой ГИПО. Есть такая, да, по-моему. А второй Юрий Маркович. Так вот, Арбузов, который отрекомендовался, кто он, имя, отчество его, значит, прибыл и предлагает человек ему купить эти земли. Мы объясняли, что, уважаемый Италий Иванович, подзывали документ, что земли-то пахотные, переведены. Вот он был крайне удивлен. Тогда я говорю, спасибо. Я в таких сомнительных сделках, там, где земля принимает решение глава государства, не участвую. Развернулись. А этот кто? Это говорит зять господина Сидорского, Маркович Юрий. Ходила банды, банды, которые здесь физически угрожали и избивали. Мы тут ночами ходили вот так, два-три здоровых мужика. Мы вот ложились там за кроватью за собой и просто прятались вокруг. У нас была собака арбат, кавказец, нам ее травили. Начались погромы, декабрь 2010 года. Выходит группа неустановленных лиц из леса. И прямо к вам домой? Да, прямо сюда. Сидим, дети тут. Окружают, пинают дверь и на выход. Вот это был декабрь. Что они говорили? Скворцов на выход. Скворцов на выход. Вот удары дверь. Сапогом. Через 8 минут тогда оперативно приехала быстро старшего лейтенанта Сухорокова и автоматчик один. Они повязали, руки в гору, вывели за территорию и начали восстанавливать личность. И увезли. Та же группа лиц во главе Суханов, его помощник Гришанович, неоднократно судимый, из группы лиц сломали забор центральной осадьбы Циркевича. Зашли на его территорию, это сам лично видел, наблюдал. Окружили его жилой дом. Окружили. В руках арматура. Вот здесь находилось 7 человек. Я стоял вот здесь. Зашли Жарко и Гришанович. Здесь сидел Суханов, тут оперативный работник. Тут Геннадий Владимирович, вот его сын. Вот эти двое заходят. Циркевич подходит к Жарко, прошит. Кто вы такой, покиньте помещение, жилой дом. В ответ несколько ударов в лицо. А куда он бил? Да в лицо. Выбил зуб. Циркевич, там 4 метра длина коридора. 4 метра. Отлетел, упал, потеряв сознание. Вот нас было 7 человек при этом. Оперативный сотрудник МВД не дает команду заблокировать. Лейтенант милиции. Лейтенант милиции Прошутицкий. Дает команду заблокировать выход. Я заблокировал, чтобы не убежали погромщики. И тут же вызвал группу задержания. Группа задержания с Боровлянском МВД прибыл, ну быстро. Государственный флаг Республики Беларусь. Это где он висел? Вот, вот флагшток. Чей? Вот, смотрите, флагшток стоит. 12 лет висел, он никому не мешал. 12 лет. Перед 17 октября вот этого года, перед погромом и избиением Церковича, сорвали флаг. Частью вытерли, извините меня, фекалии. Частью-то осталось. Здесь работали уголовники, узбеки. Нелегально или легально, ну работающие нелегально, это однозначно. Проживающие в Раубищах и в Астаршинском городке. Выходцы из Сурхардаринской области. Город Наманган. Город Наманган. И Антижан. Часть из них участвовал в погромах в Киргизии. У тебя ты работаешь. Ож, подходят узбеки. Старый узбек, руководитель тут. Очень вежливо. Если покажу по телевидению, вас сожгут. Все. Моя сказала, что тебя сожгут. Вы поняла? Поняла. Все. ОНТ, чтобы больше тут не было. Забор вот стоял до настоящего времени. Они снесли на прошлой неделе. Поэтому майор Скворцов, видите, обнес вот это красными флажками. Мы здесь находимся в качестве волков, которых обложились флажками. А охотники там ходят за нами. 120-я, гвардейская, рогачевская, орденов Суворова, Кутузова, дивизия. Вот там, где вы к танку приезжали, вот это и есть наш дом. Там, где проходил службу наш глава государства. По поручению Радькова нам двоим организовали встречу с губернатором Батура. Минской области Батура, Борисовым Васильевичем. Борису Васильевичу мы вручили опять те же самые документы. То есть неизъятые земельные участки, переданы в аренду. Вот представление прокурора Архипова об отмене данных решений. Нужно принимать, Борису Васильевичу, решение. Потому что пахнет кровью. Люди живут. Батура, в нашем государстве такого быть не может. Борис Васильевич отвечает, в нашем государстве такого быть не может. Мы этот вопрос уточним в течение недели. Все, товарищи офицеры, вы можете идти свободно. Я вам даю гарантию. Это сказал Борис Васильевич Батура. Вот его резюме. По сей день нет ни решения, ни ответа от Батура.